Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Вчера, вы помните, мы рассказывали вам о великом святом преподобном Серафиме Саровском, о его смирении и любви ко всем людям, которые к нему приходили. А сегодня я хочу рассказать вам об одном удивительном случае из жизни святого батюшки Серафима. Приехал как-то в Саровский монастырь один архиерей. Много был он наслышан об угоднике Божьем Серафиме, но не верилось ему в чудеса батюшки. Уж очень невероятными казались ему все рассказы. Встретили архиерея монахи с колокольным звоном, честь честью, в храм провели, потом в архиерейские покои. Осмотрелся архиерей и спрашивает, а где же отец Серафим? А батюшка тогда не в монастыре жил, а в лесу, в своей пустыньке. Была зима, снегу-то в Саровских лесах огромные сугробы намело. С трудом проехал архиерей, а последнюю дорожку и вовсе пешком по сугробам шел. Батюшку Серафима известили, что сам архиерей идет к нему в гости. Вышел преподобный навстречу и смиренно в ноги архиерею поклонился. Благослови, говорит меня, убогого и грешного святой владыка. Архиерей благословил и идет в его пустыньку, а батюшка под руку его поддерживает. Вошли, помолились. Преподобный говорит, гость у меня высокий, а вот угостить-то у Серафима убогого и нечем. Архиерей говорит, ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к тебе приехал, снег месил. Вот о тебе все разговоры идут разные. Какие же, батюшка, разговоры-то, спрашивает Серафим. Вот, говорят, ты чудеса творишь. Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить не может. Чудеса творит лишь один Господь-седержитель. Ну, а ему, милостивому, все возможно. Он и мир-то весь распрекрасный из ничего сотворил. Он нам с тобой, батюшка, вот гляди, благодать-то какую дал. Архиерей взглянул в угол, куда указывал преподобный. А там большущий куст малины вырос, а на нем полно ягоды спелой. Обомлел архиерей и сказать ничего не может. Зимой малина да на голом полу выросла, как в сказке. А батюшка Серафим взял блюдечко чайное и рвет малинку. Нарвал и подносит гостю. Кушай, батюшка, кушай, не смущайся. У Бога-то всего много. И через убогого Серафима по молитве его и по своей милости неизвеченной он все может. Если веру будете иметь с горчичное зерно, то и горе скажете, двинься в море. Она и передвинется. Только сомневаться не нужно. Кушай, кушай. Архиерей все скушал, а потом вдруг и поклонился преподобному внушке. А батюшка говорит, нельзя тебе кланяться перед убогим Серафимом. Ты, архиерей Божий, на тебе благодать великая. Благослови меня, грешного, да помолись. Архиерей послушался и встал. Благословил батюшку и сказал, Прости меня, старец Божий, согрешил я перед тобой. И молись обо мне недостойном и в этой жизни, и в будущей. Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до смерти моей никому ничего не говори. Глядит архиерей, а куста-то в углу уже нет. А на блюдечке от малинки сок кое-где остался. Значит, не привиделось это ему. Да и пальцы у него испачканы малиной. Вышел архиерей, свита его дожидается. И о чем это, думают, он так долго говорил с батюшкой Серафимом. А тот опять под ручку ведет гостя до самых саночек. Подсадил и еще раз в снег поклонился. А владыка, как только отъехал, говорит, Это великий угодник Божий. Правду про него говорили, что чудеса может творить. Но ничего про малинку им не сказал. Только всю дорогу молчал, докрестился. А нет-нет, и опять скажет, Великий, великий угодник. А когда скончался батюшка Серафим, Он и рассказал всем про малинку. Вот какую благодать имел преподобный Серафим Еще в своей земной жизни. Вы подумайте, святой чудотворец, О котором слава шла по всей Руси, И такой смиренный. Ведь он мог возгордиться, сказать архиерею, Вот видишь, владыка, Какие по моей молитве чудеса творятся. Вон какой куст малины зимой вырос. Но нет, не сказал он так. И его великое смирение вместе с любовью ко Господу и крепкой верой И сделали его великим святым. Поминай нас в своих молитвах, преподобный отче Серафиме. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие, мои хорошие. И храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok